Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире телекомпании «Город» программа подробностей. В уходящем году все подводят итоги главных событий, мероприятий и результатов законодательных изменений. Сегодня в кресле гостя руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Паризанской области Ольга Бажимова. Ну а теперь давайте начнем с самых главных событий уходящего года. Это годовщина Великой Победы, это ваш профессиональный праздник, который вы отметили недавно. Очень приятно то, что сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов в третий раз принимают участие в праздновании Великой Победы. Это был очень ответственный год, все старались как-то сплотиться что ли больше. Я замечаю, что все службы управления, несмотря на то, что работа у нас такая, как-то особо, правда было? Приняли участие непосредственно в параде. 55 сотрудников именно маршировали на параде перед гражданами Рязанской области, перед ветеранами. Готовились. Ну и потом, как бы очень приятно то, что принимали участие в парадном расчете сотрудники, которые тоже участвовали в боевых действиях, боевых событиях. Это и служба в Афганистане, и наведение порядка в Чеченской республике. Ну и, конечно, в этом году мы отмечали свой профессиональный праздник. Мы были у вас на этом мероприятии, да. Нам очень приятно, что очень многие сотрудники выходили на сцену, услышали поздравления, потому что, наверное, это единственный день в году, когда вы в центре внимания, ну, в положительном, скажем так. Кажется, не ругают. Да, 150 лет Института судебных приставов, образования Института судебных приставов. У нас еще одно произошло знаменательное событие. 14 ноября было вручено знамень службе судебных приставов из рук директора Федеральной службы судебных приставов Артура Олеговича Парфенчикова. Все это мероприятие у нас проходило у Вечного огня на площади Победы. Ну, и для меня было такое волнительное все это событие. Но я думаю, что вруча нам знамя, государство нам доверяет именно на территории Российской Федерации, на территории Рязанской области, как бы осуществлять правосудие. Как работали в уходящем году? Расскажите о главных направлениях своей деятельности. С учетом того, что произошло сокращение штатной численности сотрудников, такое массовое сокращение, мы пережили оптимизацию штатной численности. У нас еще произошло увеличение поступления исполнительных документов непосредственно службы судебных приставов. Это поступление незначительных сумм. Это вот и нам сейчас фото-видео фиксации ГИБДД дают нагрузку. Это и взыскание налоговых платежей. А основная категория алименщиков это все-таки кто? Нерадивые папы или сейчас уже что-то поменялось что-то? Ну, алименщики это отдельное. У нас на сегодняшний день нерадивых пап может быть не так много, но исполнительных документов на сегодняшний день у нас более 6 тысяч. Сейчас очень приятно, что не нужно тратить время на очереди, ну, лишние нервы, наверное, тратить, да, общаясь с другими неплательщиками. Все можно сделать дома. Давайте расскажем еще раз о банке данных исполнительных производств. Ну, мы открыты. Можно зайти на наш сайт, проверить своего партнера, либо проверить своего будущего супруга на долги, ну, как угодно. Вы сейчас дали прямо зацепку. По фамилии и имени можно посмотреть, ну, и также каждый гражданин обязан себя посмотреть на долги. Что следует за тем, если долг все-таки есть и он не будет оплачен до Нового года? Если в добровольный срок гражданин не оплачивает, естественно, идут меры принудительного исполнения. Это и наложение ареста на счета, это обращение взыскания на имущество и все что угодно, и предупреждение, и составление административных материалов в отношении нерадивых. И новое изменение в законодательстве еще говорит о том, что можно остаться безлошадным. Да, нам добавились еще функции, добавилась работа. Буквально 28 ноября президентом был подписан закон федеральный о временном ограничении в правах наших уважаемых должников. С 15 января эта мера уже будет работать на территории Российской Федерации, и мы уже будем ограничивать наших уважаемых должников в пользовании данными правами. В основном мы, конечно, рассматриваем это право управления автотранспортным средством. Конечно, это такая, мы надеемся, что это будет тоже действенная мера, как и ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Есть категория людей, которым можно не сильно волноваться, не нарушать закон, но тем не менее быть спокойным, что у них права не заберут. Давайте озвучим. Кто эти счастливые люди? Удачливые, я бы сказала. Если действительно управление транспортным средством, либо средством, на которое у должника имеются права, оно является единственным источником дохода. Если транспортное средство является в том населенном пункте, где проживает гражданин, единственным, и нет альтернативы муниципального какого-то транспорта, общественного транспорта. Если должник, гражданин, являющийся сам инвалидом, и ему автомобиль будет являться как необходимым средством передвижения. Если на иждивении находятся инвалиды первой и второй группы. Если, например, в семье имеется ребенок-инвалид, которому необходимо возить, естественно, эти граждане не будут подпадать под ограничения в правах. И исполнительные документы с суммой взыскания до 10 тысяч рублей. Ну и, естественно, если судом предоставлена отсрочка, либо рассрочка исполнения, естественно, тоже они не будут подпадать под эту процедуру. Очень обидно, когда некоторые придумывают себе какие-то дополнительные категории, переписывают все имущество на друзей, соседей, близких. Вот здесь возникает вопрос, все-таки почему? У нас менталитет такой, когда мы принципиально не хотим платить по счетам. Ну, это, наверное, относится, вот такое отношение граждан, это, наверное, просто к гражданской позиции относится. Только потому, что, ну, наверное, люди не хотят уважать закон, они знают о том, что у них есть долги. В рамках нашего законодательства, конечно бы, мы хотели, чтобы судебный пристав сам по своей инициативе мог обращаться в суд за тем, чтобы признавать сделку либо фиктивной, либо мнимой. На сегодняшний день мы как бы рекомендуем нашим уважаемым взыскателям, чтобы они обращались непосредственно в суд за тем, чтобы признавали сделки вот эти вот по выведению активов, либо мнимыми, либо притворными. У нас же есть еще понятие исполнительного розыска, и наши сотрудники устанавливают, например, автомобиль перерегистрирован на супругу или на маму должника, или на кого угодно, на каких-то родственников. На самом деле, должник пользуется, оплачивает техосмотр, оплачивает штрафы, оплачивает парковки, стоянки. И все это ставят ему галочки, да? Да. Естественно, мы все это выясняем и говорим о том, что данный гражданин пользуется этим имуществом. На самом деле, юридически, как бы, автомобиль или там какое-то имущество переписано на другого человека. Есть какой-то зарубежный опыт, который хочется перенять? Есть. У нас в Финляндии очень просто все выясняют. Судебные приставы, если выясняется о том, что имущество переписано на аффилированные лица, естественно, на судебный пристав по своей инициативе обращается в суд и накладывает арест на данное имущество, если есть доказательная база. Ну и потом у нас же есть еще положительный опыт других государств, когда, приходя к судебным приставам, да, говорим о том, что должник сам декларирует свое имущество, свои доходы, свои права декларирует. И тем самым, как бы, его предупреждают об уголовной ответственности. Если он скрыл, то он уже отвечает перед государством. Давайте о приятном. Мы с вами встретились за несколько дней до Нового года. Мне очень хочется, чтобы вы поздравили телезрителей, своих коллег, которые постоянно на службе, иногда не приходится видеться. Хотелось бы поздравить сотрудников службы судебных приставов. Я от всей души всем желаю в Новом году, чтобы у всех все сбывались мечты, надежды, чтобы каждый, кто что задумал, чтобы все сбылось. Конечно, хотелось бы всем благосостояния и жителям Рязанской области, всем достойной заработной платы, чтобы у всех был позитив в душе, чтобы все стремились в Новом году к новым победам, к новым вершинам. Спасибо вам за сотрудничество. В этом году мы хорошо поработали вместе. Мне очень приятно, что иногда мы друг друга можем назвать коллегами, потому что помогаем выносить информацию. Наша телекомпания поздравляет ваших сотрудников с наступающим праздником. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова